Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 апреля, вот наши традиционные, почти ежедневные ответы на вопросы. Сейчас я начну с самых последних, свежих, и докуда дойду, потому что как бы часто я не садилась отвечать на вопросы, не читать комментарии, всё равно остаётся кусок, который я не успеваю, вот между вчерашним и сегодняшним, всё равно останется часть комментариев, я кому-то пытаюсь напечатать, но не всегда успеваю, так что если ваш комментарий не попадёт вот в этот обзор ответа на вопросы, вы не обижайтесь, напишите потом в каком-нибудь свежем видео ещё раз этот же вопрос, и возможно в следующий раз оно попадёт. Вы понимаете, что физически, я вот по 30 минут сижу, отвечаю, но столько комментариев много, ну вернее, комментариев и советов, и вопросов, что невозможно все прочесть за один раз. Вот пишет Валя, пропустила или нет видео, как после пикировки в стаканчике из лотка высаживаете, покажу обязательно, ещё вопрос, выношу томаты на веранду, днём там 10-15, это не вредно томатам. 10-15 градусов это та температура, которую томаты выдерживают, я всегда говорю, меньше 10 нежелательно, потому что там уже можно застудить и корневую систему, там начревато, а вот 10-15 это нормально, они это выносят, конечно лучше бы и потеплее, но у меня вот ночью, например, в теплице 10 градусов, на ночь оставляем, сейчас опять начали оставлять второй день после холодного периода, 10 градусов, они стоят без ущерба. Вот Лариса Воронова тут нам про способ, про огурцы, способ проращивания огурцов в горячих опилках, ни разу не делала так, кого интересует, почитайте, очень интересно, можно испробовать на одном или на двух видах. Валентина Королёва пишет про кураж, как всегда, что он хороший, что странно, ни одного отрицательного отзыва про кураж не было, все его хвалят, вот я уже замочила, надеюсь и нынче у меня кураж будет, кураж и вот эти изумрудные сережки. Наталья Шульгина пишет, что напротив, вот про фирму Партнер, такой нехороший комментарий, что не понравилось, маленькая всхожесть, из пяти зашли четыре, и два из них уродливые. Всегда сажала кураж, ваяж, изумрудные сережки, вот это вот она хвалит. И вот я про эти комментарии, что когда приходит много положительных комментариев на один и тот же сорт, становится ясно, что сорт действительно хороший, что сорт действительно достойный нашего внимания, и вот из этих комментариев можно даже составлять список, там, топ-5, топ-10 огурцов, и сейчас к началу сезона можно закупить именно эти сорта по рекомендациям наших зрителей. Так, вот Нина Бочарова спрашивает, веселые ребята, а Светлана Южчихина отвечает, никакие у меня не выросли, а я ни разу не высевала веселые ребята. Вот Лариса Сорокина пишет, как приятно, что вы купили сорт, который я вам посоветовала, но я ей пишу, что, Лариса, я всегда вот, когда зрители дают хорошую оценку какому-нибудь сорту, обязательно покупаю, обязательно пробую. Вот где-то не так давно, месяц назад в комментариях, вот проскочил такой вот хвалебный комментарий был, про томат розовые плюшки, мне так захотелось, я уже представила вот эти плюшечки, там он говорит, все-все, увешано весь куст, но ни в магазине нигде не нашла, ни в интернете. Вот кто писал этот комментарий, может отзовется про розовые плюшки, поинтереснее, побольше интересно узнать, скажите хотя бы, какая фирма, или где покупали, может где-то у частного лица выписывали. Мне так хочется плюшек отведать розовых. Так, Ольга Харланова пишет, очень полезная и нужная информация, спасибо. Ой, извините. Светлана Волк, не потопаешь, не полопаешь, это точно. Иногда вечером так устаешь, еще возраст дает свое. Что бы кто ни сказал, многолетняя практика – великая вещь, полностью с вами согласна, да тут спорить нечего. Вот про подкормки, которые дают быстрый эффект, или там не дают эффект. Вот смотрите, это Марина Майорова написала, и вот как раз я хочу здесь немного подробнее объяснить. Иногда во время видео не хватает, там же всего сколько, ну все просят покороче, покороче. Я вот тороплюсь, иногда оговариваюсь из-за этого, иногда забываю что-то главное сказать. Вот сейчас будет много видеороликов, вот таких вот именно в форме рассуждения, потому что я считаю, что вот эти ролики, они намного важнее для начинающих огородников, чем те с рецептами, которыми завален уже интернет. И я считаю, что я намного больше пользы принесу, если я объясню вот именно самую суть, вот что мы хотим получить от этих подкормок, что вот, например, именно вот эта красивость, этот результат внешний нам не важен, нам нужно узнать, нужна ли эта подкормка, зачастую она вообще не нужна. И сейчас завален интернет вот этими видеороликами, что супер подкормка, если вы ее не сделаете, вы не вырастите рассаду, вы не получите хороший урожай, нужно обязательно ее делать. И у нас вот за счет этого, у новичков, все перевернулось с ног на голову. Они считают, что если рассада не пушистая, не зеленая, не красивая, значит она никакая, значит никакого урожая не будет, начинают кормить, кормить. Но всегда же говорили, что лучше не докормить, чем перекормить, вот именно про томаты, что не увлекайтесь, не надо подкармливать. И иной раз она усыпляет вот этот красивый внешний вид, усыпляет вашу бдительность. В действительности она не так хороша, как на внешний вид, и вы потом не получаете урожая. И вот такие вот ролики, например, ну как, вот я уже как говорила, в форме рассуждения, они иногда больше пользы приносят, чем то, что я дала бы вам рецепты, вот как многие. Например, 20 грамм этого, 10 грамм этого, перемешайте, подкормите. Люди делают, вот в прошлом году я очень поразилась мужчинам, мне написал, попросил совета, вот у меня загибается рассада, не знаю от чего, и перечислил 7 различных, 7 раз он подходил и поливал, опрыскивал, делал подкормки, там трехкомпонентные, 2-3 вещества, у меня волосы зашевелились на голове. И он действительно, он реально думал, что он делает все это и помогает рассаде, потому что он сказал, что я видел видеоролик вот у этого, у этого посмотрел, у этого от каждого взял, и каждый этот метод испытал на своей рассаде. Ничего хорошего от этого не будет, и в результате она у него и начала погибать. И я потом сказала, после 7 вот этих вот обработок, я даже не могу сказать вам, что было последней каплей, возможно, даже не надо было делать ни одну, и было бы лучше. И я хочу вот это донести, вот эти именно разговорные такие рассуждалки мои, они должны, ну как, я надеюсь, что они пробьются вот до самой глубины души. И иногда человек, который протянет руку, чтобы вот так подлить что-то в стаканчик или в лоточек, он подумает, а может быть этого делать не нужно. И вот вы почитайте комментарии к этому видео, какие подкормки дают быстрый эффект и нужен ли он. И большинство людей пишут, что они вообще не делают подкормки. И я согласна с этим, что иногда, вот если бы у меня было не 2000, например, корней, а как у всех нормальных людей, 120 или 200, я бы и не делала подкормки, я бы их пореже рассадила, поставила на окошко или поставила на стеллажик, и ничего не нужно было бы. Я вот делала вот эту подкормку, я объясняла, почему. Потому что 200-граммовый стакан, рассада взрослая, пересаживать у меня уже нет возможности. Я знаю, что у меня до нее руки не дойдут. И только в этом случае я делаю подкормку, чтобы не ухудшилось ее состояние. Но я не жду эффекта, что оно станет зеленое, красивое. Я знаю, что этого не нужно. Оно и так выправится, когда я высажу в открытый грунт, когда корни оно расправит, у нее будет большая площадь питания, и все это пойдет своим чередом. Так, дальше. Любовь Трухина пишет, хочу купить теплицу, времени мало, сделать фундамент, можно ли поставить без него. Вот только что, к сожалению, мне очень жаль, что вы не смотрите видео, например, месяц назад, 2 месяца, 2 месяца назад, я скинула вот ссылку, теплица с фундаментом или без него, какую выбрать. Ведь точно именно вот это, 1 марта прям была, вот недавно, месяц назад, именно эта тема прям один в один на ваш вопрос. И можно даже не задавать вопрос, вы посмотрите темы, все темы есть, или в этом году, или в прошлом году. Вот я сегодня, у меня нашлось время, я скинула эту ссылку, а могла бы просто пролистать этот комментарий, потому что уже все это есть, и мне иногда нет времени печатать ответы. Как поливать такое большое количество рассады в стаканчиках? Томаты же неравномерно потребляют воду. Мария Килина спросила. Вот я ей отвечаю. Вот в этом-то самая главная проблема выращивания большого количества рассады. Приходится, иногда мне приходится действительно по несколько часов в день поливать индивидуально каждый стаканчик. Вот сейчас весь мой день расписан так, да, половину поливаю, половину переваливаю, половину пересаживаю. Это вся моя работа, потому что полив очень сложно, да. Вы вот удивляетесь, это действительно очень трудоемкий процесс, ну, как леечку держать, конечно, не тяжело, но все это очень кропотливо в каждый стаканчик. Действительно какие-то еще влажные, какие-то уже высохли. Ну, короче, очень. Так, Ольга, у вас на томатах пеньки, вы уже листья удаляли, когда высадите эти рассады, у меня маленькие, короче, все это. Да, у меня вот эти вот нижние листья я удалила, потому что вот эти в маленьких стаканчиках я их планирую пересадить в больший объем, и вот эти нижние листья, они пошли бы у меня под закопку, туда в заглубление. Я их уже отщипнула, потому что я знаю, они мне сейчас дальше не пригодятся, все. Если посадили 12 марта, успеют у вас вырасти, не расстраивайтесь, еще до высадки в грунт, еще ведь средина апреля, в апреле никто же в грунт не высаживает. Таня Ионова пишет, в Питере не растет кураж, наверное, земля с торфом, он, ну, короче, ему не нравится, может быть. У нас торфа вообще нет, я даже ни разу не видела в жизни. Так, потом, вот рекламируют, хвалят огурцы Маринда самоопыляемый, шикарный сорт, если кто хочет, может к сведению принять. Оля, есть видео про огурцы в мешках? Пишет Наталья Чернявская. Да, есть видео про огурцы в мешках, я несколько лет, два года назад, три года назад, вот в этой придомовой теплице, я же говорила, что у меня там грунта вообще нет, я выращивала там огурцы в мешках, то есть забивали мешки по два ведра, по два в три ведра. Есть видео, но я сейчас не смогла найти, мне некогда искать, если честно, это было два года назад, поищите. Может быть название понабирайте, не знаю. Вот Ольга пишет, замачиваю количество семена, арбузов пишет, а зачем такое количество семян? У вас поле? Ну я пишу так, пошутила, угадайте с трёх раз, вот первый раз уже неправильный ответ, поле или там ещё что-то. В каждом втором видео рассказываю, что я выращиваю рассаду на продажу, рассаду томатов, рассаду огурцов, рассаду арбузов. Как вы думаете, с чего можно вырастить рассаду арбузов? Ну конечно, вот с этих замоченных семян. Очень странные вопросы от некоторых людей, которые зашли на канал, где всё в больших количествах выращивается, продаётся там и на продажу и всё. Вот пишет какой-то Паоло, не по-русски, что-то Мехико, может быть, кто потом переведёт. Я вижу, что ему весело, что он улыбается, у него хорошее настроение, больше я ничего не понимаю. Я так написала, я не понимаю, смысл писать на нерусском, если русский сайт, не знаю я. Вот смеётся, смайлики. Я рада, что у него хорошее настроение. Вот тут ещё один комментарий, что кураж куражу рознь. Кому интересно, прочитайте, что оказывается, нужно взять один кураж хороший, а другой кураж плохой. Ну может быть, это уже как подделка, не знаю. Так, Юлия Сазонова пишет, первый раз столкнулась с таким, рассада перца вдруг перестала расти, пожелтела, отвалились семидоли, при том разные сорта с одной партии, более поздняя партия их переросла сегодня. Короче, подскажите, что это может быть, как помочь? Если она вдруг перестала расти, это странно, если она до этого росла в этом же грунте и вдруг перестала расти, значит что-то случилось, я даже не знаю, пожелтела, отвалились семидоли. Это бывает такое, может быть, при переохлаждении, например, земли. Корня мне понравилось, что холодно, я уже говорила, что перец может отреагировать вот так вот, он скидывает, лист может отреагировать и на холод, он может отреагировать так на переувлажнение грунта, когда очень долго там, ну застой влаги, когда влажно, начинает корневая система недовольна быть и, ну, желтеет листь, а может быть и от пересыхания грунта. Короче, у нас перец, он капризный, он реагирует так на все. Если вы пишете, поменяла грунт, если вы грешите на грунт, то до этого же, как я поняла, что она росла, но я тут не поняла, сколько листьев, один настоящий лист, два листа. До этого росла хорошо или нехорошо, перестала расти. Но причин очень может быть много. Вот вы сейчас поменяли грунт, может быть, это что-то исправит, а вообще я даже не знаю, от чего это может быть. У меня, если честно, я вот как посадила перец, если он сразу взошел, если только показались вот эти растения, то они растут уже дальше без проблем. У меня самое главное, многие магазинные семена на начальном этапе не могут взойти. Ну, потому что, наверное, качество семян такое. Но если уж оно взошло, и грунт, конечно, я знаю, что он у меня хороший, я никогда на грунт не грешу. Я думаю только, что если, может быть, он у меня, когда ему холодно, тогда начинает желтеть и отваливаться. И обычно так реагирует после пикировки. Когда распикируешь, потревожишь его корешки, тогда он скидывает семидоли. И то в этом году у меня одна партия скинула семидоли, а одна нет, пережила нормально. Вот от чего это зависит, не знаю. В тех же самых руках пикировала я одинаково. Одним понравилось, другим нет. Но с перцем это бывает. Обычно он может даже два семидоли скинуть, два настоящих, а потом дальше начнет расти, войдет в рост. Может быть, чем-то подкормить его. Хотя я никогда не рекомендую, но вот в этом случае, может быть, действительно ему подкормка поможет. Вот пишут, если обработаны, то замачивать не надо, а если нет, то, скорее всего, не взойдут. Но я вот замачиваю, как я уже говорила, и обработанные семена, и всякие, потому что бывают обработанные семена, но или старые, или какие-то... Ну, уже там у меня вот просроченные. Я не уверена, что они взойдут. Долго ждать в стаканчиках не могу, потом упущу. И я высаживаю только вот чуть-чуть, когда проклюнется. Ну, вот Ирина Горшкова правильно пишет. Если хотите проверить, замочено много землян, попробуйте слегка сдавать семечко или снять шкурку. Может быть, внутри уже кисель. Когда они не всхожи, они закисают внутри, да, и оно как проквашивается. Такое бывает. Так, еще ваяж, как и кураж, Тамара Шевцова пишет. Вот спрашивает Элиса, кто выращивал сорт кураж, как его формировать? И вот смотрите, что интересно тоже, формируют ведь все по-разному. Вот Наталья Баженова пишет, что она от земли елочкой перевернутой, то есть вот эти вот, наверное, там, как вот эти разветвления оставляет. А Валентина Папина пишет, что она выращивает в одну плеть, удаляет вообще все. И вот после сбора, вот собрала, например, на нижних, она обрывает листья и плеть спускает. Я вот про такое слышала, она его сверху как стягивает, стягивает, спускает. И до первого октября плеть постоянно зеленая и с огурцами. Я хочу нынче попробовать тремя способами. Так, потом классическим. И вот, ну, потом покажу, как я даже не знаю, как это называется. Так, Света Коломеец спрашивает, а если не пикировать капусту, я вот про капусту. Если не пикировать, тогда надо проредить, чтобы между сеянницами хотя бы 3-5 см было. Только в таком случае она будет крепкая и толстая. Если вы ее не распикируете и если вы ее не проредите, она у вас вытянется, будет тонкая и, ну, такого болезненного вида. Наталья Баженова пишет, огурцы сажаю второй раз в июне для позднего урожая. Вот тогда они супер коренастые, потому что от рождения в теплице. Ну, да, они в теплице, от рождения в теплом, в таком климате, как им нравится. Они же теплолюбивые, и солнца много. Я тоже очень часто высаживаю второй, как вторую партию для позднего урожая, чтобы в сентябре, в начале октября покушать. Ну, у нас бывает рано заморозки приходят, и иногда они прям вот молодые, с огурцами, и примерзают, и все, и мы бросаем их. Дарья Высоцкая пишет, что еще есть зазуленок. Вот я про зазулю говорила. Зазуленок еще лучше, чем зазуля. Не выращивала ни разу. Елена Маркова пишет, что кураж от Гавриши хороший, до 25 штук с одного огурца за раз. Вот Татьяна Стрельцова пишет. Ни разу за 30 лет не кормила ни помидоры, ни перцы. И так растут, как положено, не хуже, чем на картинке. Одна вода идет в ход. Я вот и говорила, что тем людям, кто, например, кому хочется подкормить, почитайте комментарии, что иногда, возможно, подкормка и не нужна. Подкормка нужна в экстренных случаях, да, когда уже, например, они уже переросли, надо высаживать, погода не позволяет, вот они томятся, тогда, может быть, их поддержать нужно. Червякова Людмила пишет, а что конкретно в грунте? Но я поняла, что она спросила, что я выращиваю в грунте. Я вот ответила, что в грунт я сею вот наши традиционные. Нежинский, бывает иногда родничок, светлячок, пальчик. Вот такие вот самые простые, которые не F1, потому что F1 я в грунт сею редко. Больше всего вот такие. Конечно, все засолочные, они идут более поздно, потому что рано насолить я не начинаю консервировать. Ну, как обычно попозже, когда уже томаты, чтобы делать ассорти, томаты и помидоры вместе. И я высаживаю в грунт именно сортовые. Елена Коваленок пишет. Никогда не переживаю по поводу слабой рассады помидор, как только она попадает на постоянное место в парник, сразу преображается и быстро идет в рост. Томаты ведь очень живучие, хуже, когда перекорм. Это вот как раз то, о чем я говорила, я ей уже ответила, написала. И вот это как раз то, что я говорила, что большинство из нас так и делает. Просто сейчас из-за обилия роликов в интернете, где каждый блогер заявляет о суперподкормках, без которых вы не вырастите рассаду, не получите богатый урожай, почти все окородники стали увлекаться подкормками. Зря. Их убеждают, что нужно кормить и кормить, покупать все новые и новые препараты. Все перевернулось с ног на голову. Считается, что рассада должна быть красивой, пышной, зеленой, толстой, еще дома. И что если она у вас не такая, значит вы делаете что-то не так. Но никогда такого не было. Высаживали любую, и она потом на постоянном месте выправлялась. И всегда были с урожаем. И никогда сильно... Раньше же были все работающие, все на заводах, и никогда этими подкормками сильно не занимались. И средств этих не было. Никогда никто не выращивал никакую... Не знаю, сейчас вот с этой хлорелой с ума сошли. Никто не выращивал ничего этих хлорел. Так, вот пишут, также впервые купила куриный помет, что с ним делать, для чего он. Ну я знаю, что он для подкормок, но если честно, вот у нас куриного помета нет, мы же не держим, и хозяйства у нас нет. Но очень много инструкций в интернете. Говорят, что это очень хорошее, тоже такое вот полезное, безопасное средство, но его тоже нужно уметь приготовить и быть с ним осторожным, что можно тоже перекормить кое-какие овощи. Перед тем, как его применять, вы поищите информацию, много статей про него. У меня опыта такого нет, я плохой советчик по куриным пометам. Так, здравствуйте, теплицы нет. Живу в Омске. Впервые посадила в посуду на подоконнике. Надеюсь, вырастут, возможно. Конечно, вырастут. Рассаду огурцов всю жизнь выращивали на подоконнике. Возможно, если у вас не южное окно, то она немножко потянется, но можно присыпать грунт, подсыпать, подсыпать, чтобы он не заваливался на бок. И, конечно, поворачивать. Если нет лампы, поворачивать каждый день, потому что рассада огурца сильно вытягивается. Но тут пишут, караул зачем, а если 100 корней подкопнула, высадила куда-то подручной, не для меня. Но это, конечно, для каждого. Кому это удобно делают, кому неудобно не делают. Я вот сегодня пойду в эти дырочки на временное выставлю как раз ту рассаду, для которой я забронировала эти места. Потом вам покажу. И вот пока неделя будет теплого у нас периода, они будут там обживаться, сидеть. Не вкопанные. Вкопаю потом, потому что у нас еще через неделю ожидается похолодание минусовое, сильно большое. Вот пишет Надежда Клюева вот к этому опять видео про подкормки. Какие подкормки дают быстрый эффект? Пишет, да, Ольга Павловна, но в этом году у меня был печальный опыт подкормки азотными удобрениями. Подкормила рассаду, она стала такая жирная, зеленая, а цвести не хотела. Я поняла, зажировала. В этом году, боюсь, азота, подкормила коленофосфорными гуминовыми. Вот я про это и говорю, что добиваясь красивой, жирной, такой очень толстой рассады, мы можем потом вызвать это жирование. Валентина Сафонова спрашивает. Хотела спросить без размещения, здесь не нашла как. Так, я наткнулась на ролик японского огородника, занимался перевалкой огурцов, горшок с огурцом добавлял. Так, еще потом обрезал рассаду ламинарии. Но это делают иногда прививку на ламинарию, вроде как она более такая жизнестойкая. Если честно, я ничем этим не занимаюсь, я даже не смотрела ни разу, потому что времени некогда зря тратить. Я знаю, что я это делать не буду. В этом году мечтаю попробовать привить, ну, два томата, томат на томат, то есть сделать один томат на двух корнях. Ну, и то не могу никак время найти. Вот сейчас как раз рассада в той поре, когда можно это делать, когда они еще срастутся хорошо, потом они загрубеют, они уже не склещучатся. Ну, огурцы не прививаю, нет, конечно. Подмарева Ольга пишет. Вы уже определились, в каком числе будете высаживать рассаду в теплицу? 22-26 ориентировочно. Буду и в тоннель в это же время высаживать, и в теплицу. Там как раз будет неделя очень теплая, когда ночью будет плюс 7, плюс 8, даже плюс 10. То есть вот первый адаптационный период, дня 2-3, когда будет как раз как приживание корневой системы, как раз в это время будет и днем, и ночью тепло. Вот запланировала на эту неделю. Ольга Бондаренко пишет. Спасибо огромное. Я рада, что наконец узнала, что такое огурец. Да, мы обычно знаем, что такое плод, но мы не знаем, что такое само растение и что оно любит. Я вот рассказывала, как выращивать, ну, как получить здоровую рассаду огурцов. Рассказывала, что он и капризный, что он более теплолюбивый, чем томат, более влаголюбивый, чем томат. Он совсем другой. У него особое место. Ксюша Шинк спрашивает. Ольга, у вас всегда макияж на лице, причем красивый, но всегда одинаковый. Я никогда не видела вас ненакрашенного. Вы каждый день подкрашиваетесь? Или это татуаж? Ну, это, конечно, смешно, но это не татуаж. Макияж делаю по привычке. Я вот ей отвечаю. Работала много лет на людях. Это была ежедневная процедура. Я привыкла, что встаю, надо встать, прическа, макияж и пошла. Теперь делаю на автомате. Вот выработался рефлекс, действительно, как у собаки Павлова. Встал, иди, приводи себя в порядок. Так, все, я встаю, вот, подхожу сразу к зеркалу, поправляю прическу, делаю там немножко макияжа. Ну, конечно, сейчас макияж минимальный. Чуть-чуть там реснички и помаду губную всегда окрашу, потому что на улице выходишь, губы обветривают, и без помады плохо сушат. Татуажа нет, конечно. Мечтаю сделать татуаж бровей, но не знаю. Так, огурцы сажаю сразу в торфяные стаканчики наполненные, наполовину грунта Гульжихан Темир Галина пишет. Затем по месте роста подсыпаю по 3 столовые ложки земли. Да, так многие выращивают с подсыпкой. Вот это именно вытягивание огурцов исправляют подсыпкой земли. Вот еще Т-Р. Ну, я не люблю, когда без имен не пишут. Маша или Зина, Т-Р. Ну, ладно, пусть будет Т-Р. Правильное и логичное, можно сказать, научное объяснение причинно-следственной связи внешнего вида растений применения подкормок для томатов. Брау. Светлана Давидкина пишет. Пока теплое окно высаживать или нет, тоннели в рассаду. Потом снова неделю и больше холодно. Сомневаюсь, высаживать или нет. Света, я вот уже тебе ответила, но для других скажу, кто же в таком же климате. Да, вот сейчас теплое окно, но потом после этого будет сильно такой резкий скачок, понижение температуры. Я хочу его все-таки переждать и буду высаживать после 20-го числа. Как я вот выше уже ответила, там 22-го, 26-го, там будет очень теплая неделя. И у меня земля еще сильно мокрая, копать плохо. Она не только холодная, но и мокрая. Я вот начну их сейчас копать, а они вот эти томки как не рассыпаются, не разваливаются. Я хочу неделю еще ждать. После 20-го будет вот как раз период, когда точно можно прямо выходить раздетым в маечках, в шортихах, копать, садить. Это будет после 20-го. Ирина Литовченко спрашивает, что держать месяц недолго, не вытянуться. Но я вот еще раз говорю, что я их потом переваливаю с заглублением до семидольного листа. Если вы хотите в одном стаканчике вырастить, то вам надо позже сеять и высаживать его с двумя. Например, с двумя листьями настоящими уже вполне можно высадить. Я выращиваю до более взрослого состояния. Зачем? Затем, чтобы приблизить как можно больше получения урожая, как можно раньше получить, чем взрослее рассада, тем быстрее она даст. Но им нужно, конечно, создавать условия. Я буду более объемную тару, так же, как с томатами. Чем больше огурец, чем взрослее, тем больше ему нужно земли. Сейчас этот земляной ком займут, они 200-граммовый, буду в 500-граммовый переваливать. Вот Ирина Желетовченко спрашивает, а не рано сажать огурцы? Вот я написала, что в предыдущем видео объясняла, кому рано, а кому нет. Смотря, когда будете высаживать, смотря, в каком видео у вас будет рассада, или молоденькая, или уже взрослая, посмотрите в видео, пора выращивать рассаду огурцов для теплиц. Там я все объяснила, кто сейчас должен сеять, а кто, возможно, до мая должен подождать. Вот Галина Мешкова тоже пишет, я томаты совсем не кормлю до высадки в грунт, только делаю подкормку перцем и баклажаном. Это еще раз подтверждает, что многие, очень многие совсем не кормят и не слушают блогеров, которые пишут суперподкормка. Делайте подкормки, без этого не вырастите. Будьте стойки и не верьте всему, что вам говорят. Если пишут суперподкормка, без которой вы не вырастите, но у вас ничего не получится, значит, это неправда. Получается и без подкормок. Пишет один зритель, да то. Здравствуйте, я уже не знаю, что будет. Смотрела ролик, где говорилось, что во время пикировки лучше обрезать корни. Я так и сделала неделю назад, а вы сказали, что не надо делать. Должен сказать, что пока выглядят здоровыми. Это он пишет про огурец. Я ему ответила, все делают по-разному, я согласна. Но большинство огородников огурцы стараются все-таки не трогать. Они знают, что они очень болезненно переживают повреждение корней. Томаты мы можем без проблем и пересаживать, и прищипывать, и все. Но с огурцами все-таки, вот тот, кто много лет занимается огородом, они знают, что лучше его без повреждения корневой системы пересаживать, то есть не прищипывать ничего, не обрезать, не обрывать. Но если вы так сделали, и у вас получилось, он не болеет, то я очень рада за вас. Я никогда не трогаю корневую систему огурца, стараюсь вообще этот вот комочек не разбивать, когда высаживаю. Пишет Нина. Ольга Павловна, спасибо, вы открываете самую суть. Мне кажется, большинство из нас именно ждут этого внешнего эффекта. И я была так же настроена, насколько же спокойнее, увереннее мы теперь будем заниматься рассадой. Это опять вот про этот эффект, про подкормки. И Надя Королёва пишет, что никогда не делаю ни томатом, ни перцем, ни баклажаном подкормки, никакие. Все будет после высадки. Даже если выглядеть не так, как бы хотелось, после высадки все нормализуется. Да, это действительно так. Нас вот, еще раз повторю, нас вот сбивают с толку, что надо обязательно подкармливать. Очень много средств для подкормок. Ну и да, я пишу, это правильно, но не все выдерживают. Я очень рада, время истекло. Я очень рада, что многие зрители откликнулись и вот к этому видео про подкормки написали, что они выращивают без подкормок. Этим они наших начинающих огородников сейчас успокоят. Дадут им действительно вот такую уверенность, что не обязательно подкармливать, что если она даже немножко не так выглядит, и если не очень много времени осталось до высадки в грунт, она потом выправится. Потому что иногда, начиная подкармливать, мы делаем рассаде еще хуже, стараясь добиться вот этой красивости, вот этой пышности. Я желаю всем прочитать все вот эти комментарии, потому что большинство все-таки здесь написано, и люди большинство голосуют за то, что подкормки не делать, не нужно. Если, я опять же повторюсь, если семена хорошие, если грунт хороший, сделанный собственными руками, если вы все правильно делаете, условия для них хорошие, то рассаде подкормка практически не нужна. Особенно молодую рассаду не трогайте, дайте ей жить своей жизнью. Желаю всем набраться терпения. Если вот прямо ручонка тянутся ручки, чтобы что-то навести, подкормить, подумайте, не сделайте ли вы хуже. Иногда, еще раз повторю, иногда лучше не докормить, чем перекормить. И делаем подкормку только в крайних случаях. Если уж листья фиолетовые, но не на холоде, то явно растение мучается от недостатка фосфора. Тогда фосфором подкормить. Если уж листья явно такие желтые, бледные, само оно тоненькое, ну тогда уж можно подкормить и мочевиной. Но если никаких признаков явных, ослабленности, рассады нет, оставьте ее в покое. Все, скажите ей доброе слово, подбодрите ее, вот прям просто погладьте, и пусть она растет дальше. Все, желаю всем успеха. Это Ольга Чернова была, сегодня 13 апреля. Сегодня у нас субботник на огороде, сейчас привезут внука, будем с ним биться, с сорняками, все собирать, сжигать, будем готовить место для будущих посадок. До свидания.